Смогут ли Сурея и Фарук справиться с этим? Сурея идет к мужу после просмотра видео. Он срывает встречу. Он просит объяснений, но не слушает. Он выходит. Все попытки Фарука объясниться тщетны. Поскольку он не хочет ничего скрывать от Диляры, он рассказывает женщине, что произошло. Он даже рассказывает об этом своей тете. Дилара слушает Фарука и убеждается. Он просит его ничего не говорить Адаму, чтобы не портить отношения с братом. Дилара не может ничего сказать Адаму. Фарук, который идет поговорить с Суреей в особняк, возвращается с пустыми руками. Женщина очень злая и предвзятая. Он очень расстроен тем, что его казнили без суда, и уходит. Они берут с собой Эмира и едут в отель. Как бы ему не хотелось это скрыть, Эмир понимает, что они не в ладах, и ему удается привести дуэт на школьный семейный пикник. Сурея и Фарук помирились. Шелк он заставляет Фикрета замолчать, говоря ему, что ему нужно запутать Фарука, чтобы прийти к власти, и что он не лжет и не клевещет. Фикрет причидательствует и продолжает собрание, на котором его брат не присутствует и даже хочет отложить. Ипик также уговаривает мужчину спать в постели, а не на диване. Мурад же планировал поехать за границу, чтобы получить образование, чтобы проявить себя. Хотя Баде сначала не принимает это, он вынужден принять это позже. Служанка не хочет, чтобы Баде последовал за мыслями Мюрата и ушел. Эсма говорит, что не пойдет, и вздремнет. Если в тот день он разговаривал с Гарипом, он говорит, может, тебе стоит его отпустить, самое худшее будет исходить из его носа. Мюрат и Баде в слезах прощаются и уходят. Чтобы победить Османа Бурджу, он сначала просит у отца разрешения и помощи. Затем он берет бурку и идет сначала на курсы танго, а затем на ужин к барану. Там он сообщает хорошие новости о том, что не поедет в Ирак. Адам рассказывает, что случилось с психологом, к которому он обратился. Женщина просит его послушать Фарука и позволить ему объяснить. Адам уверен, что его брат не сознается. В это время он узнает, что его мать отказывается от лечения и идет навестить женщину. Он убеждает мать пройти курс лечения. В конце эпизода Фарук начинает рассказывать Адаму, что произошло. Возвращение Исмы Султан будет великолепным. Суреи и Ипик идут в больницу со своими мужьями. Ипик первый узнает, что беременна, и сообщает об этом мужу. Когда они слышат от врача, что состояние Ады хорошее и что она реагирует на лечение, они говорят «Ой, лучше бы мы этого не делали», но соглашаются с решением не прерывать уже сформировавшегося ребенка. С ребенком Суреи тоже все в порядке, и они узнают, что его пол – девочка. Фарук, который уже хочет девочку, сходит с ума от радости. В тот же день состоится презентация Баран Джет. Хотя Фарук говорит, что Фикрет является архитектором этого проекта, Фикрет снова начинает завидовать, когда все журналисты задают Фаруку вопросы. Есть еще кто-то, кто завидует. Мурат. Ему очень неудобно оставаться на заднем плане. Мурат что-то делает на компьютере. Приходит общая подруга Суреи и Диляры, женщина. Сурея чувствует себя плохо, когда концерт отменяется, поэтому предлагает стать продюсером их компакт-диско. Вместо этого солисткой будет Дилара. На ужине в доме Адама бокалы поднимаются один за другим. Когда Дилара говорит ему, что будет певицей, а Адам поддерживает его жену, Сурея Фарук вспоминает, что он не поддерживал ее и настраивает против нее. Придя домой, он говорит, он тоже баран, он тоже женат, но он может, а почему я не могу? Вечером Эсма и Гарип ужинают наедине, чтобы отпраздновать хорошие новости. Эсма думает не баллотироваться на пост президента ассоциации, потому что если она это сделает, то проиграет Кимету. Их дружба с Киметом, ему жаль, что поддержка, которую он оказал женщине, оказалась напрасной. Придя домой, Сурея и Гарип, сидящие перед дверью, обсуждают эту тему. Гарип просит Сурея убедить Эсму не покидать ассоциацию. Сурея разговаривает с Османом, который возвращается домой. Он подчеркивает, что ему необходимо тщательно изучить свои чувства к Бурджу. Осман тоже чувствует отсутствие девушки дома, он ищет свою дочь. Той ночью он идет к ней домой, чтобы поговорить с Бурку. Девушка устроила вечеринку для своих друзей дома. Осман злится, когда молодой человек называет девушку «дорогая». Когда один и тот же мужчина постоянно прерывает их разговоры, Осман избивает его. Бурку тоже страдает от этой ревности и решает дать Осману еще один шанс. Хотя Адам втайне злится на себя, потому что думает, что у Фарука добрые намерения, он полон гнева на Фарука и Акифа. Несмотря на настойчивые требования Адама, Джан полон решимости покинуть Бурсу. Они прощаются с Эмиром в музыкальной школе и обмениваются подарками. Акиф сообщает Фаруку, что после запуска парень по имени Халим завершил работу, и у них есть доказательства об Адаме. Когда Фарук узнает об этом, он очень злится на Акифа. Но Акиф по-прежнему считает, что он прав. Тем временем Акифы начинают переезжать в свой новый дом. Халим отправляет Адаму видео со словами «Если вы все еще не верите, что Фарук сделал это, то это доказательство». На видео есть запись скрытой камеры момента, когда Фарук и Акиф планируют пойти к мужчине и убить Адама. Той ночью за ужином в доме Адама Фекрет случайно берет у Адама телефон. Хотя Ипик принимает это за телефон своего мужа, она видит это видео и пересылает ему. Ипик показывает это видео своему мужу, чтобы отговорить его от развода, говоря «Никто не заботится о тебе больше, чем я». Позже он навещает Фекрета и обманывает Адама, говоря, что знает о Халиме, рассказывая ему разные вещи. Когда Сурея не может убедить Исму не покидать ассоциацию, он попадает в список людей, которым ассоциация уже помогла. Там его внимание привлекает выдающаяся женщина-предприниматель. Он связывается с женщиной и приглашает ее на вечер ассоциации. В ночь своего юбилея эта успешная женщина выходит на сцену. Госпожа Эсма вспоминает о цели ассоциации и решает не выходить из нее. Судя по овациям 100 Эсме пришедших туда членов, Эсма будет президентом и в новом сроке. В тот вечер Сурея также вышла на сцену на благо ассоциации. На следующий день, после того, как Сурея прощается с Джаном, который приходит в школу, он удивляется видео, которое получает на свой телефон. Ипик, вероятно, разместила видео, и она хочет порвать отношения с Фаруком. Самый счастливый день Адама. Дочери Ипика и Фикрета решают родить Аде ребенка, но не могут приступить к делу. С другой стороны, Исра убедила своего брата и вернулась в Бурсу, чтобы работать. Когда она узнает, что ребенок Фикрета серьезно болен, она хочет позвонить мужчине, но не делает этого. После этого он встает на пути Фикрета и выступает перед компанией, но Фикрета на него расстроен. Отголоски матери Адама, стрелявшей в Фарука, доходят и до дома баранов. Семья в панике. Фарук же хочет пригласить Адама и его жену на весенний пикник. Ведь он спас себе жизнь. Он считает, что семья должна как-то собраться. Конечно, Фикрета сразу начинает ревновать. Они прекрасно проводят время на пикнике. Адам очень счастлив, чувствуя себя членом семьи. Фарук снова предупреждает Акифа о Халиме. Акиф берет документы из рук Халима и угрожает ему ничего не делать в отношении Адама. Саням изо всех сил пытается помирить девушек, но в последней серии девушки уже помирились. Когда мастера не могут закончить ремонт дома, где будут жить Акиф и Саням, Саням решает взять командование на себя.